всем привет ребята находится на канале владислав шиндяпин и перед просмотром ролика не забудьте подписаться на канал лайк подписка колокольчик все уведомления на днях мне принесли планшет с проблемой такой что он заблокирован то есть сам планшет работает отлично но заблокированность то есть к нему нету доступа это хайвэй медиапад t3 10 там последняя прошивка стоит ну завода какая-то там последняя и у этих последних прошивок у них то есть если вы забыли пароль там логин или еще что-то ну то есть учетная запись здесь забыли учетную запись то есть пароль то есть без входа учетную запись зайти в этот планшет невозможно ты сам от рабочий но без учетки нельзя зайти вот этот планшет планшет хайвэй медиапад t3 10 металлический корпус эргономический дизайн операционная система android 7 0 интерфейс юми 5 и 1 но он естественно скорее всего обновился до последней версии с которой просто так сбросить нельзя там были старые прошивки ладжи модели которых можно было просто обнулиться ну либо может быть на этом можно то есть нужно старую версию найти ее скачать и там уже можно пропустить этот вход и потом уже аккаунт от можно удалить будет но последних прошивках обновлениях имеет им и ему а и вот эти вот интерфейс их не хайвэев китайский интерфейс прошивки 51 там все выше и выше доработки идут но у них сейчас проблема такая что типа без входа все равно учетную запись не зайдешь если забыл то это все это даже заводские настройки не помогут я пробовал сбрасывать до заводских настроек ничего не помогает у кого есть какие варианты пишите в комментариях все комментарии смотрю отвечаю очень будет полезно знать может быть кому-то у кого-то еще такая проблема будет с такой с таким планшетом там еще телефоном тоже недавно приносили телефон тоже такая же проблема была там заблокирован тоже забыли пароль там прочь ну короче от учетки отчетная запись все забыли вот а типа так просто удалить ее нельзя чтобы удалить не естественно отвязать нужно там он синхронизированным там допустим с этой учетной записи этот планшет синхронизирован с вашей учетной запись то есть чтобы зайти нужно войти в аккаунт аккаунт гугловский как мы знаем что гугловский аккаунт аккаунт просто так и но удалить нельзя невозможно это очень сложно сейчас я вам покажу что с ним он заряжена планшет хороший ну камеру у них по посредственным включение сбоку нужно еще и имя и фамилия знать это это раз если неправильно такого аккаунта гугл нет ваш адрес если укажите номер телефона или резервный адрес что она хочет а если ты это забыл то есть ну все ну ты потерял типа ну не помнишь типа не номер телефона там ну и почту ты не помнишь ты типа не имя фамилия типа ну не не знаю что допустим ты продал ты этот планшета бывает случай когда продает планшет типа не по студу пользователь который покупал то же самое то есть перепродажи то есть планшет становится как кирпичок большинстве случаев решение конечно есть есть решение но это решение не очень легкая не так просто допустим забыл адрес электронной почты но типа ваш адрес электронной почты смотрите допустим подражение аккаунта используя аккаунт гугл на устройстве восстановление настройки помолочения чтобы продолжить вводить в аккаунт google готовы быть в интернете войти в аккаунт google а если ты его забыл адрес аккаунт почты нажимаешь забыл 1 вы все равно видите адрес электронной почты укажите номер телефона или или резервный адрес пiamo почта резервную которой вы когда создает электронную почту и там нужно написать резец номер телефона либо резервную возьми если вы снова забыли вы должны резерв на весь на него номер телефона номер телефона принципе можем попробовать по моим н Hungarian вариант когда создаете аккаунт или кому то передаете всегда записывайте на листочек на листочек там куда-нибудь записали кого когда планшет продаете отдайте это либо отвяжите заранее и еще раз повторяюсь когда вы создаете аккаунт где-то особенно в гугле это очень ну такой случай что это очень часто случается когда люди просто дают планшет в итоге типа сами то они не помнят ни логин ни пароля чтобы отвязать нужно зайти вот так что не забывайте записывать то есть нужно по номер телефона или дополнительным адрес электрон почта так как я типа не знаю и пользователь тоже не знает ну вариант остается по номеру телефона типа а в отдел ли он этот номер телефона вопрос а может быть он его не водила здесь да то есть можете пытаться номер телефона водит либо резервный адрес который вы записывали и вы его сесть он тоже должны записать типа как резервную том числе в основной заболев должны резервную записать на других вариантов типа тут нету либо только прошивку сбрасывать полностью сбрасывать прошивку на самом минимальном либо постепенно их сбрасывать потому что есть такие вещи что типа просто так перейти на самую младшую площадь прошивку типа нельзя нужно постепенно откатываться и там начальных прошивка там какой-то 31 топом 332 там такой херни типа нету если можешь просто зайти в планшет а там уже отвязать уже есть такие варианты вот сегодня в сервис его отнесу он что мне скажет что по цене типа узнаю типа как что где если у человека получится типа это сделать придется заплатить и потому что у меня это не получится тушь прошивку нужно ставить чтобы бесперебойник был там прочее потому что если любой сбой питания там или напряжение и все типа планшет может выйти из строя полностью типа ну все в кирпич превратится то есть тут нужен бесперебойное питание то есть постоянное питание только нужен потому что планшет и при перепрошивке высаживается довольно быстро идет операционная система обновляется она ты ее меняешь на старую то есть удаляется то за устанавливается другая прошивка полностью меняется это тратится довольно большое количество энергии и вот поэтому нужен бесперебойник и постоянное напряжение стабильное тогда можно только на спокойно перепрошить на младшей версии уже зайти можно будет есть там версии младше если на этот кейс планшет можно его поставить не знаю сегодня отнесу его в сервис узнаю что по цене будет по цене как они говорят его после работы если получится у них сделать заплачу конечно конечному пользователю конечно сумму больше скажу вот но может быть чуть-чуть а так здесь просто по-другому типа и никак нельзя типа только прошивку здесь настройки так планшет хороший вот если допустим не понимает удаляне смотри-ка может нажать далее раньше были варианты в младших прошивках когда ты просто сеть не подключал к вайфаю не подключался и тип мог зайти типа без учетки может быть и здесь так попробовать как вы считаете но здесь просто скорее все так не пустит ты должен был подключиться к вайфаю ну смотри-ка пропустить типа можно пропустить там можно нет видишь нельзя без приключения поэтому здесь новых версиях прошивках такого нельзя этот способ устанавливаться и настрой может привести к угрозам безопасности подтвердите ваш аккаунт google сначала подключиться к сети интернет то есть нельзя раньше можно было просто пропустить вайфай типа якобы вести по все правильно а потом когда ты уже подключаешь вам вводите типки показано когда к интернету подключаешь он тебе показывает что типа ты неправильно все это вел типа говорит вводите в аккаунт типа и так далее ты его просто возьмешь и берешь и отвязываешь и удаляешь а здесь нельзя нет нет то есть в принципе можно подключиться может быть есть вариант к интернету подключиться но в нем нет интернета ну ты якобы к нему подключишься а интернета в нем нету а но он видишь все равно проверку делает то есть через интернет якобы ну да здесь уже больше никак допустим сейчас видимо озеро ну такого аккаунта нету не знаю кто его как создавал может быть там и имя и фамилии неправильно ну либо по телефону телефон здесь никто не использовал даже всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал лайк подписка колокольчик и до скорого ребят